Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Время комфорта, как оно было последние десятилетия, оно закончилось. И на нас давит психология стресса, все очень тяжело. Технологии, которые развиваются неизвестно как по экспоненте, по гиперволе и так далее, на нас давят обстоятельства экономические. Мы категорически по-другому начинаем воспринимать в своей собственной перспективе уровень неуверенности и хрупкости во всем. Он резко увеличивается. При всем при этом наша профессия в ближайшее время станет одной из самых несчастных и ненужных в этих обстоятельствах. По сравнению с многими другими профессиями. По одной простой причине. Право крайне консервативно. Социальный авторитет этого регулятора сложился именно за счет медленного, плавного, вдумчивого отношения к предмету, построения системы регулирования, создания в целом восприятия некоего незыблемого закона. А то, что мы видим сейчас на фоне обрушивающих обстоятельств системы и всего остального, не вписывается в тот изначальный консерватив, который является важнейшим элементом и свойством правовой системы. Отсюда мы видим, начавшиеся не сейчас, не последние два года, уж совсем не из-за искусственного интеллекта, резкое ухудшение юридической техники документов. У нас огромное количество нормативно-правых актов безумного объема. Это уже не юридические документы, а какие-то инструкции. Я не говорю про правоприменение. Это сверхбольная, так сказать, проблематика для любого государства в любых сферах, в любых обстоятельствах. Получается, что мы со своими довольно консервативными ценностями, знаниями должны существовать в мире изменений, где эти изменения возникают уже даже не в квадрате, а в какой-то совершенно иной степени. Это очень тяжелое системное противоречие. Плюс нужно понимать, что право вторично, объективно, в отношении к общественным интересам, к экономическим вещам. И, конечно, то количество юристов, которые есть сейчас, для страны не нужно категорически. Вопрос в коэффициенте, на сколько всех делить? Ну, я думаю, что если брать систему, связанную с выпуском студентов, сколько, Алексей Сергеевич, 1300, наверное, выпускают в год у нас юристов. Алексей Сергеевич, коллеги, известный методист в области права у нас в стране, и помимо того, что цифровой юрист, наверное, 1300, я думаю, 1200 в год. Вот. Ну, вот представьте себе, коллеги, 300 тысяч человек в год. Зачем? И в этих обстоятельствах нужно давать, так сказать, отчет и иметь смелость. Говорить о том, что профессия, если она хочет выжить, то есть я не говорю, что юрист исчезнет вообще, просто он может стать очень-очень элитарной прослойкой, очень узко специализированной, как вот ювелира. Есть ювелира, а есть бижутерия, станки, ЧПУ, все, что со всеми этим связаны. И, кстати, за счет моды и всего остального продается второе гораздо больше, чем ювелирка. Но на них денег-то особо не хватает. Вот. Если профессия и знания, да в целом, право хочет выжить, это требует кардинальной перестройки. От культуры восприятия, понимания того, что нужно биться за профессию, за знания и за построение системы регулирования, до того, что нужно реагировать на те самые технологии, которые нас постоянно и всюду окружают. Если мы говорим о технологиях, если мы говорим в том числе об искусственном интеллекте, несомненно, возвращаясь к моему тезису и допущению о краткосрочной перспективе, мы имеем хороший инструментарий для изменения качества работы юристов и повышения их эффективности. Тут другой вопрос, сколько после этого юриста, так сказать, будет уволено. Но, опять-таки, к такой социальной дискуссии я сейчас касаться ее не буду, буду рад, если что-то с кем-то пообсуждать это. Есть три направления, с моей точки зрения. Первое направление касается автоматизации принятия юридических решений. Вот все, что касается систематизации отношений, логаритмизации, без автоматизации существовать не может. Мы понимаем, что мы сейчас живем, по сути, в условиях информационного хаоса и стресса. У нас мессенджеры, электронная почта, какие-то дергают, дергают. Это безумный поток информации. Берем нормативно-правые акты, где-нибудь, кто хочет себе сделать приятный подарок в кавычках на Новый год. Посмотрите, сколько законов принимается за последние несколько дней каждого года. Это десятки, если не сотни мегабайтов символов в течение нескольких дней. Если вы посмотрите, допустим, наше законодательное развитие, даже другие страны мира, под конец года, и там номера еще законов, естественно, ставятся. Их все больше, 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 все растет, растет, растет. Можно предположить, что, может, у нас изменяется мир, государство, регионы в такой же пропорции, как меняется количество нормативно-правых актовых объемов. На самом деле это не так. И вот в этом информационном давлении понять, что при где приоритизировано, вынуть какую-то хорошую практику, вспомнить даже, где что находится. Это очень сложная задача. Плюс люди сыпятся. Стрессы, сложная ситуация общая, миграционные процессы. Люди размагничиваются. В этих условиях без переложения части опыта и системы работы сознания на некие платформы автоматизации сделать ничего нельзя. Это первое направление. Без этого в ближайшее время профессия в целом, самых любых ее проявлений существовать не будет. Второе. Это оценка рисков и построение моделей. У нас даже в законодательстве уже несколько лет как говорится про риск-ориентированный подход, акционерных обществ, системы госконтроля, безопасности экологической, например, пожарной и прочее. Это означает, что вообще-то, как только отвлекутся от декларации и не будут просто делать бумажки, а задумываются о том, почему это нужно, придут к простому выводу, что вообще-то нужно будет считать отношения, риски, выстраивать математические модели, где требуются междисциплинарные экспертизы, экспертизы, юристы, экономисты, финансисты, математики и, естественно, их воплощение всех этих знаний в тех или иных программных решениях. Вот эти калькуляторы рисков – это то, что нас будет окружать постоянно. Потому что не будет уже четкого структурированного, пирамидального и всего остального управления. Да, есть ручное управление в разных аспектах страны, там, государства, мира и прочее, либо социальных групп, но все равно ручного управления не хватает. То есть вот эти классические пирамиды в условиях катастрофически меняющегося мира не пойдут. Значит, нужно будет каждый раз оценивать риски. У тебя на экранчике выводится какой-то риск, значит, просто принимай решение, сказать, можно или нельзя. Почему это сейчас не работает? Потому что когда вызывают юриста, там, собственник финансовый директор Гензир, спрашивают, ну, слушай, вот я там сяду в тюрьму или нет? Он говорит, слушай, ну, с высокой вероятностью ты не сядешь в тюрьму. Если кто-то когда-то занимался в консалтинге, он понимает, что после этого ему укажут на дверь, как, зачем ты мне нужен? То есть с низкой вероятностью я сяду в тюрьму. Мне вот такое сочетание не годится никак. Значит, чтобы как-то свести вот эти восприятия да, нет, сказать, с действительностью, нужно усложнять подход. Ты говоришь, что с математическим ожиданием таким-то, вот при таких-то обстоятельствах ты сядешь в тюрьму. Поскольку у тебя спрашивают о вероятности, и ты даешь вероятность подхода в условиях существующего аппарата, ну, к сожалению, сказать, как бы не хотел бы там начальник на вас там накричать, что сделать нехорошее, он, если он разумный, должен будет отреагировать на это позитивно. То есть вы выложили с учетом риска ориентированного подхода все, что могли. Это, соответственно, второе направление влечения подходов и методов обработки данных, информации по сравнению тех или иных систем. Третье, конечно, это обработка данных, информации и знаний, больших данных посредством, в том числе технологии искусственного интеллекта. Что здесь правильно и удобно, и очень интересно. Несмотря на кризис профессии, эпокалиптические картины, которые я сейчас вам как красными тряпками, так сказать, описал, право знания в этой сфере, оно комплементарно технологиям. Почему? Потому что все наши знания в объективной форме представлены, они уже сейчас излагаются в цифровой форме. Значит, соответственно, у нас все просто буквочки, у нас не какие-то сложные графические образы, у нас не музыка, у нас не какие-то иные звезды, знания, там, рецептуры, еще что-то. У нас все разложено по документикам. Документиков много, соответственно, учить какие-то системы становится все проще и проще во всех обстоятельствах. Плюс, при всем при этом нужно понимать, что, конечно, да, наши знания изложены специфическим языком. Это отличает нас от, так сказать, классического обычного языка, но все равно адаптировать решения в этой связи можно. Если мы смотрим на разновидности задач, которые здесь возникают, и там смотрим эту классификацию использования искусственного интеллекта, которая в первую очередь, конечно, сформировалась на Западе, есть несколько ключевых сфер, где эти технологии, я не скажу, что это массовый стандарт, что это популярно, но направления, они все более востребованы в качестве предмета изучения, то есть там идут всевозможные тестовые процессы, получится или нет. Это первое, это классификация, в том числе детально, у тебя наваливается гигантское количество информации, тебе нужно быстро понять, что и как, тебе на вход дается огромное количество претензий, когда они типовые, тебе нужно понять, вообще, это типовые претензии, или, может, какая-то гениальная будущая жалоба, которую твою компанию, либо организацию в тупик поставит. После классификации следующий, второй уровень задачи, это элементарная классификация, но смысловая, каких-то противоречий и неточностей, я не говорю о нумерации документов, я говорю о том, о каких-то более сложных вещах, когда у вас вроде бы есть там предмет договора, но почему-то, так сказать, при этом содержание этого предмета договора, ну, явно пустое. Дальше уже сложнее. Мы идем в сторону анализа смыслов. Конечно, заменить сейчас в ближайшие несколько лет юристов, даже маленьких и глупеньких, нам, наверное, не получится, я говорю это со стороны. Но при всем при этом выявлять пробелы и говорить, что в тех или иных документах по смыслу вот этого нет, либо то, что изложено плохое, это вполне реальная задача. Вот в связи отвлекается от западного опыта, постепенно завершается выступление. У нас есть довольно большой проект с компанией Яндекс, мы рады сотрудничать. Когда мы с конца 2021 года используем те технологии наши отечественные, которые есть в лидирующей интернет-компании, и добавляем свои юридические знания. Вот очень сложным образом это все комбинируется. Очень интересно мы видим, как это все развивается. Это проект clarify.io в интернете, он есть. И мы действительно здесь, понимая перспективы всего этого сотрудничества, и видя, что очень много предпосылок для успеха, на самом деле в чем-то, очень интересным образом, учим и учимся сами, как решать задачи внедрения технологии искусственного интеллекта. Вот то, что совершенно справедливо говорил Андрей по поводу юристов, которые ставят задачи. Вот здесь взаимопонимание между юристом и неюристом, дата-сайентистом, программистом, это ключевая, очень тяжелая задача, потому что это всегда профессии, которые говорят на разных языках. Здесь это означает, что если мы говорим о подготовке кадров, нам точно нужно смыкание вот этих междисциплинарных сфер и некий микс знаний. Ну, я не предлагаю там готовить везде и всюду юристов-программистов, но если мы говорим о кадровых вопросах и о том, что, чем я говорил в самом начале, столько юристов не нужно, вот сейчас будут готовить больше юристов-программистов, ну, людям потом возможность переквалифицироваться из юристов-программистов, а жизненные, так сказать, обстоятельства всегда таковы, что юридические знания лишними не бывают. Спасибо, коллеги. Спасибо.